Это видео может содержать много мата, критических суждений и прочей фигни, которая способна травмировать излишне чувствительного зрителя. Если вы из таких, закройте вкладочку браузера или не выносите мне потом мозги. Поехали! Здарова, мои разовощекие стримеры и другие любители извращений. Сегодня я поведаю вам о моей недавней покупке. Я приобрел Elgato Cam Link 4K. Неискушенный зритель может подумать, что это просто флешка. Но он ошибается, ведь по сути это компактный монстр видеозахвата с поддержкой 4К-разрешения. Чуваки, которые смотрят мои стримы, знают, что я иногда подключаю свою основную камеру в карту видеозахвата Elgato Game Capture 60 Pro. Благодаря этому картинка становится просто бомбической. О да, и... Это, конечно, круто, но при таких раскладах мне приходится выбирать. Вести мне разговорный стрим на камеру или же подрубить плойку и играть в игоры с отвратной вебкой. Как раз здесь и приходит на помощь Cam Link. Эта малышка в первую очередь создана для подключения камеры к вашему ПК. Флешка втыкается в USB 3 разъем и потом в нее грубо входит сзади тянущийся из камеры HDMI провод. Эта красотка абсолютно непривередлива. Она готова принять в себя все, что угодно. GoPro, зеркалки, беззеркалки, видеокамеры и даже PS4. Но стоит отметить, что выход на другой HDMI отсутствует. Проще говоря, воткнуть в телек у вас не выйдет, так что хуй вы по-человечески поиграете в плойку без задержки картинки на мониторе ПК. Cam Link 4K поддерживает запись в 4К до 30 фпс и в Full HD до 60. Идеальный вариант для меня, так как моя камера больше 30 фпс 4К и не снимает. В коробке идет удлинитель для USB, что не может не радовать. Как минимум потому, что в режиме Берсерка вы можете ненароком выкорчевать к херам эту малышку из компа вместе с разъемом. На корпусе сверху нет надписи 4К, только снизу, так что постарайтесь не перепутать ее с предыдущей Full HD версией. А теперь самое вкусное. Как она работает? Работает все максимально просто и быстро. Вставляете флешку, скачиваете с сайта программы 4К Capture Utility, Чтоб 4К заработал и хопа! Никаких драйверов больше не надо. Дальше вам необходимо подключить вашу киберока и первое, что стоит проверить, это список поддерживаемых камер. Ссылку на него ищите в описании. Даже если вашей камеры нет в списке, не надо плакать и звать няню. Сперва узнайте, выдает ли она чистый HDMI сигнал. Для этого вонзаем нашу камеру куда надо, включаем ее в видеорежиме и все. Вы можете добавлять источник захвата где угодно. В Xplit, OBS, выбирать ее как вебку в скайпе или дискорде и даже в чат-рулете. Во время работы я не замечал никаких сбоев или лагов. Но хочу отметить, что она неплохо так греется. Что зимой, кстати, очень удобно, если у вас херово топят. Косяк, который вы точно сможете заметить, это рассинхрон с аудио, поскольку картинка отстает примерно на целых 9 кадров. Пол начала стрима я рассказывал про Камлинк, который у меня подключен, и про камеру, которая у меня включена сейчас. Человек пишет, Клим, не думал бы купить Камлинк? Ну такое. Из самых главных плюсов я также выделю ее размер и вес. Для карты захвата, которая пишет 4К, Эльгата Камлинк до безумия компактная, изящная и весит, как душа младенца. Просто идеальный вариант для подключения в ноутбук. Закинул в карман сумки, потом воткнул в ноут, и стриминговая станция готова. Стоит это чудо господнее 9 тысяч российских шекелей, что, на мой взгляд, вполне оправдано. Вы получаете самую компактную карту захвата в обозримой вселенной, 4К-разрешение и отличную программную поддержку, на тот случай, если вы хотите поднять качество картинки на ваших стримах со своей басяцкой камерой. Поверьте мне, даже это уже будет выглядеть в пизделион раз лучше, чем самая дорогая 4К-вебка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok